Беременные женщины, старики, инвалиды, семьи с маленькими детьми. В любом вооружённом конфликте это самые уязвимые категории населения. Большинство беженцев пробираются в соседнюю Харьковскую область. Сейчас их здесь только официально зарегистрировано около трёх тысяч. Неофициально, по словам наблюдателей ООН, переселенцев намного больше. При этом всю необходимую помощь им оказывают общественные организации и активисты. Из государственного бюджета денег, по словам Юрия Белоусова, на нужды этих людей пока не поступает. Проблемы большие. Помимо наиболее острых проблем, это первое размещение жилища, разумеется, обеспечение медикаментами, консультация психолога, продукты. Уже выходят потихоньку проблемы второго плана. Это проблемы с обеспечением социально-экономических прав. Многие из этих лиц имеют проблемы с различного рода выплатами. Это пенсии, пособия по уходу за ребёнком, пособия по инвалидности. Целый ряд выплат, которые в нас ваше время они не получают. Для того, чтобы получить положенные выплаты жителям Донецка и Луганской областей, необходимо переоформить документы в Харьковской области. А это на сегодняшний день очень проблематично. Помочь решить ситуацию мог бы законопроект, присваивающий специальный статус таким людям. Но подобный документ ещё не разработан. Актуальной проблемой остаётся и трудоустройство переселенцев, оформление детей в садики и школы. Для того, чтобы эти вопросы решались максимально быстро и эффективно, участники круглого стола пришли к выводу – необходимо создать единый координационный центр. Именно он должен аккумулировать всю разрозненную информацию. Как восстановить утерянные документы, на какой счёт перечислять деньги, кто и куда может быть переселён. От автомайдана Харькова поступило предложение о создании транзитных центров на въезде в Харьковскую область. В них люди смогут получать первую необходимую помощь. И главное – проверенную и достоверную информацию. Представители госструктур, международных миссий, общественных и благотворительных организаций Харькова сошлись в одном решении. Чем быстрее создадутся такие центры, тем эффективнее будет помощь людям, которые покидают места боевых действий. По словам представителей ООН, ряд европейских стран готов оказать финансовую помощь украинским гражданам. В новой эмиграционной волне никто не заинтересован. Но главное, говорят участники круглого стола, сделать всё возможное для того, чтобы вооружённый конфликт на востоке Украины завершился в самые кратчайшие сроки.